Друзья, мы с вами теперь приступаем, хотя это надо было сделать немножечко раньше, но уже хотя бы сегодня, в последнюю нашу встречу в этом семестре, к важнейшему, одному из важнейших положений христианской веры – это христианское понимание Бога. Ко многим вещам мы настолько привыкли, что даже не обращаем внимания на то, что, оказывается, христианство в этом вопросе совершило настоящую революцию. Это если говорить в таком социально-политическом лексиконе или настоящий переворот, коперникианский переворот, если говорить в астрономическом научном смысле слова. А именно, обращаю ваше внимание, и вам это очень важно знать и не забывать, потому что мы к некоторым вещам слишком привыкаем и уже не придаём значения. Итак, всё, что мы имеем в дохристианскую эпоху в вопросе по пониманию Бога, то оно ограничивается в лучшем случае, слышите, в лучшем, высшем смысле этого слова, то, что Бог – это и есть высшая правда, высшая справедливость. Ну, что он разум, об этом, конечно, тоже говорится, естественно. Даже многие верили, что он есть и творец. Это да, но если говорить о высочайшем свойстве, это речь шла всегда о справедливости. Почему? Я надеюсь, понятно. Потому что наша земная жизнь исполнена таких несправедливостей, что, Боже мой! Недаром даже древние греки, у которых уж сколько было богов, и одна из этих богинь, Фемида, изображалась завязанными глазами. Она изображала справедливый суд. Даже если мы обратимся к иудейской религии ветхозаветной, и там, что мы видим, какие характеристики Бога? Главный из них – Он справедлив. Что это означает? Что Он справедлив? То есть Он награждает праведных и карает нечестивых. И это проходит через всю Библию Ветхого Завета. И вот возникает интересный вопрос. Действительно ли справедливость является высшей категорией в человеческой жизни? И, следовательно, высшим идеалом для человека? Так это или нет? Христианство объявило, что не справедливость, не правда, не праведный суд – нет, не это является высшим. Это была революция, когда вдруг услышали, что Бог есть любовь. И до сих пор, я сейчас об этом с вами поговорим, и до сих пор, вы знаете, очень многие не могут никак это понять, как это Бог есть высшее, высшее что, и, может быть, самая суть даже Бога, по крайней мере, так, как мы, люди, можем понять, что это есть качество любви, любовь, а не справедливость. И скажу вам так, только при внимательном анализе понятия справедливости мы можем понять, тогда понять, да, что справедливость, да, необходимое в нашей жизни требование, но оно, по сравнению с любовью, жалкое. Недаром даже многие философы говорили, что справедливость – это есть низшая планка нравственности. Даже самой нравственности – низшая планка. Дальше уже, ниже уже некуда, там будет уже вообще катастрофа. Но и даже в плане положительном справедливость – это только есть начало чего-то более высокого. Вот относительно этого понятия. Вдруг в Евангелии мы слышим такие вещи, которые вызывали просто ярость и негодование у, допустим, у тех, о ком Евангелие мы часто слышим, фарисеи, книжники, законники. Это люди, которые знали Писание. И вдруг, когда Христос говорит о Боге, Он повелевает Солнцу сходить над праведными и неправедными и дождит на добрых и злых, это вызывало, вы знаете, просто с одной стороны понимали, правда, что Солнце действительно смотрит на всех одинаково. и дождь тоже льёт, независимо от того, кто есть. Тем не менее, они понимали, суть-то какая! Это нарушение основного принципа, если хотите, религии. Он карает злых и награждает праведных. И вдруг такие слова! Святоотеческое учение, которое, я скажу вам, это надо просто запомнить твёрдо на всю жизнь. Святоотеческое учение, составляющее фундамент нашего понимания Священного Писания. Слышите? Правильно понимать Священное Писание можно только на основании святых отцов. То есть, каких людей, которые, по слову Серафима Саровского, стяжали Духа Святого? Их души очистились! И они действительно уже в Духе Божьем могли говорить. Не так, как мы. У нас душа вся загрязнена. Ну, представьте, вот эти стёкла сейчас выключить свет, стёкла замазать чёрным дёгтем, и потом давайте, ищите, где что. Вот в таком состоянии действительно мы находимся. Наша душа во тьме. И поэтому почти все вопросы, множество вопросов мы понимаем, как слепые или как ходящие во тьме. И даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти. Слышите вы, каждое утро за утренней молитвой. Всю настоящего жития ночь перейти. Слышите, в чём мы живём? Ночь! Оказывается, это касается не только нашей жизни и нашего понимания многих вещей жизни. Это касается понимания самого священного писания, то есть откровения Божия. Оказывается, само откровение Божие можно понимать, знаете как, о, Боже мой, целым веером разных смыслов. почему православие сразу решительно отвергло основное положение протестантизма, которое гласит, помните, вы все знаете, «Соля скриптура, только писание, только писание». Что такое только писание? Что это такое? На этот вопрос отвечают, они отвечают, Библия сама себя объясняет. Значит, то им и возражают, если бы это было так, то тогда не рассыпалось бы христианство на десятки и, может быть, сотни ветвей, которые часто между собою никак не могут договориться, даже враждуют. Нет! Божественное откровение открывается правильно и истинно только тому, кто причастен тому же Святому Духу, которым открыто Божественное Слово людям. То есть, дано Священное Писание. Оно дано Духом Святым, и истинное понимание Его даётся только кому? Тем, которые стяжали, приобрели этого Духа Святого. Друзья мои, я вот это повторяю вам не первый раз в надежде, что всё-таки это усвоите. Это положение важнейшее и особенно в настоящее время, но и всегда. Всегда. Без этого положения можно уйти куда угодно, в какие угодно степи. В католицизм, вы знаете, последнее слово истины за кем? Папой. Он. Его положение сами по себе, а не согласие даже Церкви истинны. Один человек, который вот вчера был одним из этих архиереев, сегодня его избрали, и всё! И он уже, когда выступает как верховный пастырь и учитель, уже непогрешим. Вы подумайте, грешный человек. Почему? Надо же придумать такой дом. Вот вы думаете, придумать! Избрали, и ты уже всё! Кстати, обратите внимание, всех Пап канонизируют. Ну, через какое-то время, да, всех обязательно канонизируют. И чем хуже, тем скорее, как и Анна Павла II. Не дождались даже срока 25-летия, уже канонизировали быстрее. Ну, ещё бы! Никто столько не принёс вреда христианству, сколько и Анна Павел II. Ну, так вот, почему я об этом говорю? Я хочу вам показать, что вот эти слова евангельские о том, что он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных, имеет только одно понимание и, оказывается, оно прямо отвечает этим словам. Да, он есть не праведный судья, который одних наказывает, других награждает. Хотя, бесспорно, конечно, он праведен. Естественно, кто понимает лучше, как Бог? Нет! А есть нечто высшее, что в нём есть. А высшее в чём же? Оказывается, светит солнце одинаково всем, всех одинаково любит. Вы знаете, поделюсь с вами, хотя нехорошо это личными воспоминаниями, но всё-таки однажды общественную лекцию, на котором присутствовала масса народа, я начал со страшных слов. Но я, правда, спросил заранее, вот гнилые помидоры есть? Кричат, нет. Тухлые яйца? Нет. Потом посмотрел, хорошо, за кафедру спрятаться можно. Ну, теперь скажу вам. А кого больше любит Бог? Богоматерь или Антихриста? Все вздрогнули! Дикий какой вопрос! Кого больше любит? А если бы рядом шли, например, Богоматерь и Антихрист, и солнышко взошло, на кого бы больше она осветила? До тех пор, пока мы этого не понимаем, что Бог как свойство, как свет вот светит, всех освещает, он одинаков, не одинаков кто? Мы! Мы можем сделать всё возможное, прочистить стёкла, чтобы солнце сюда и свет был, а можем этим чёрным дёгтем замазать так, что ни одного лучика света не пройдёт, а солнце-то одинаково светит! Говорят, человек с нормальным зрением, ему солнце приятно и хорошо, у человека с больными глазами, ой, солнце яркое, быстрее давай чёрные очки одевать, он не выносит! А вы слышите, где различие-то не в Боге, а в нас! Итак, христианство действительно совершило революцию, когда объявило, что Бог есть любовь, а не просто правосудие. А как же понимать тогда правду Божию? А правосудие Божие? А суд праведный? Что это такое тогда? Отвечает, а что в Боге оказывается борется между собой любовь и правда? Поступил по любви? Значит, уже неправильно. Что ж ты по любви поступил к негодяю? Где ж тогда правда? Поступил по правде? Одних наградил, а других подверг злой участи. А где же любовь? Вы слышите? В чём же дело? В чём дело? Дело очень простое. Истинная любовь всегда праведна. То есть, что значит праведна? Она всегда несёт пользу человеку. И только та любовь правильная, праведная, то есть правильная, которая приносит пользу, всегда приходится один и тот же пример приводить. Можно привезти других тысячу. Ну, уже взялся за него, то его и... Аппендицит, боли, что нужно сделать, когда я люблю человека? Ну, дать болеутоляющую таблеточку, конечно. Да, ну как? Ой, спасибо! Ой, хорошо! Всё прошло! Ой, красота! Да? Ну, как у тебя дальше заболит? Опять будет пить таблеточку! Опять пей таблеточку! Что потом будет? Со святыми упокой. Это праведная любовь. Любовь? Да, какая? Правильная? Неправильная. Истинная любовь праведна, то есть, она несёт пользу человеку. Вот какая любовь Божия! То есть, оказывается, правда и любовь сочетаются вот каким образом. У Бога Бог есть истинная любовь, и она всегда приносит только пользу человеку. Каким бы он ни был, праведный он или неправедный, святой он или злодей, любовь Божия всегда направлена на одно – на пользу человеку. Поэтому, видите, даже и когда пензин приходится операцию делать, представляете, резать человека! Ужас-то какой! В связи с этим возникает ещё вопрос. Режет человека по живому телу! Вот это да! Уж не говорю о том, ну ладно, любовь Божия правильно! А как же понять-то всё-таки такие вещи, когда у нас возникают скорби, неприятности, трагедии? Чем они вызваны? Гневом Божьим на человека или чем-то другим? Ответ святых отцов – однозначный ответ! Не Бог посылает нам страдания, а каждый грех, который совершается человеком, это есть рана, которую он наносит себе. А раны надо лечить! Грех – это рана, а не преступление! Слышите? Ой, какие сильные слова! Слышите? Грех – это рана, а не преступление! И рану надо лечить! И Бог есть врач, который устроил так нашу плоть, нашу душу, что действительно мы ощущаем боль от всего того, что вредит нам! Представьте себе, если бы человек ходил по острым гвоздям и не чувствовал никакой боли, что было бы? Если бы человек не чувствовал горячей температуры и прямо в костёр сел бы и говорит, ой, ну и что? Вот и костёр! А вы говорите, что было бы? Погиб! Погиб! Насчёт тела мы понимаем, оказывается, погиб только благодаря тому, что у нас есть чувствительность, малейшая заноза! И мы говорим, вытащи, ой, не даёт покоя! Вы слышите, как организм оберегает свою целостность? Так и душа тоже самое оберегает свою целостность. Чем? Наша жизнь оказывается, оказывается, наша жизнь показывает нам, что это наши скорби, наши страдания, наши болезни, или, как апостол Яков пишет, наши искушения, он всю совокупность называет это искушениями. Как он пишет? Откуда они возникают? Бог! Мы являемся причиной! Апостол Яков так и пишет. Бог никого не искушает, прямо отвечает на вопрос, а каждый искушается своим какой-нибудь похотью, своими грехами, своим нарушением заповеди Божьей. Мы, оказывается, а не Бог нас награждает. Так ты такой-сякой подумал не так, вот тебе по макушке. Посмотрел иначе? Вот тебе по уку или по глазу. Нет! Мы, оказывается, грех – это рана, которую мы наносим себе делом, словом, помышлением, как мы читаем это, желаниями, чувствами. Да мы и сами же это знаем! Сами знаем, как и на совесть нас даже... Всё-таки иногда мучает нас совесть, несмотря на всю нашу бегемотную толстокожесть. Видим, что Бог это мне, да, заставил меня мучиться. Да? Вот это очень важный вопрос, который пристекает из христианского учения о Боге как любви. Понимаете, какая, как говорят, совершенно иное воззрение на природу греха, на природу наших человеческих страданий – совсем другое воззрение. Бог – только любовь! Он готов сделать каждому человеку, что для него полезно. Он – врач, а не палач, не судья. Ой, вы знаете, я встречался, причём у меня какие-нибудь, которые прямо на добы встают. Да, как это Бог не наказывает? Вся Библия наполнена наказаниями Божиими! Когда вот эти объяснения, то вместо того, чтобы здесь это рассудить, вместо этого одни эмоции. Исаак Сирий, знаете, что пишет? Милосердие, то есть любовь, и правосудие в одной душе – то же, что человек, который в одном доме поклоняется Богу и идолам. Ничего себе сравнение! Чего-то святой, наверное, ошибается, конечно. Мы-то лучше понимаем, чем святые. И дальше он пишет. Милосердие, повторяю это, любовь, милосердие противоположно правосудию. Малый это сказал, ещё что говорит. Противоположно правосудию. Правосудие есть уравнивание точной меры, потому что каждому даёт, чего он достоин. А милосердие есть печаль, возбуждаемая благодатью. И ко всем сострадательно преклоняется, кто достоин зла, тому не воздаёт злом. И кто достоин добра, того преисполняется сбытком. И дальше второе сравнение приводит. Стоит запомнить. Как сено и огонь не терпят быть в одном доме, так правосудие и любовь в одной душе. Мало того, что сказал, что это равносильно кланяться Богу и идолам, ещё говорят, как сено и огонь не могут быть. И вы действительно, вы знаете, вот если смотришь, читаешь Евангелие, кто больше всех противился Христу? Законники. Уж они-то знали, что нужно сделать с неправедными. А почему знали? Потому что сами видели себя праведными. Сами видели себя. И как это поступить? По добру злодеям? Вот женщину взяли. Что скажешь, равви? И ответил равви. Кто из вас без греха, первый брось в неё камень. То есть поступите как? Справедливо, по закону Моисееву, пожалуйста, в книге Левит, почитайте. Немедленно побивать камнями. Как равви скажешь? Слышите? И вдруг Христос, вместо того, чтобы сказать побить камнями, вам же сказано, вдруг говорит, кто без греха, первый брось в неё камень. Ещё совесть была у них. Один за другим и растаяли. Я понимаю, что когда мы с мусульманами диалог был, когда об этом сказали, как они, они просто не думевали. Ну, ладно, там понятно. У них религия Ветхого Завета, ветхозаветное понимание. А теперь, когда христиане на добы становятся, как это Бог не наказывает? И не понимают простой вещи, что если Бог бы наказывал, то берегитесь, голубчики! святые отцы. Я вам привёл Исаака Сирина. А вот, например, что пишет Антоний Великий. Я ещё раз повторяю, для нас истина только то, что действительно подтверждается святоотеческим учением. И что пишет Антоний Великий? Бог благ и бесстрастен и неизменен. Если кто, признавая благостным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевают однако же, как Он, будучи таков, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, являются милостив к ним, то на сие надо б насказать. Правда? Прямая посыловка вопроса. То на сие надо б насказать. Что же на это надо б насказать? Интересно, что Он говорит? Надо б насказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев – суть страсти. Бог благ, слышите, Бог благ и только благое творит. Вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Слышите, как за какой закон-то? Живя добродетельно, мы бываем Божиими, а делаясь злыми, становимся отмерженными от Него. А это не то значит, слышите, опять подчёркиваю, не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас и дальше произносит. С демонами же мучителями соединяют, как грехи Богу не попускают нас быть. Вот почему мы страдаем. И с демонами мучителями соединяют. Не Бог оказывается, а демоны-мучители начинают творить в нас, поскольку мы протянули им свою руку. И опять он продолжает. Просто вот догматическое действительно богословие. Если потом молитвами и благотворениями снизкиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили. Опять его, посмотрите, настаивают. Это не то значит, что Бога мы ублажили. Действительно, раз Бог нуждается в этом. И его переменили. Но что посредством таких действий и обращений нашего к Богу, уврачевав сущие в нас зло, опять соделываемся мы способными вкушать Божию благодать. Так что сказать, завершает он, это своё замечательное слово, так что сказать, Бог отвращается от злых, о, тезис, сказать, Бог отвращается от злых, есть то же, что сказать, солнце скрывается от лишённых зрения, от слепых. Так солнце скрывается или человек ослеп? Бог отвращается от злых? Или злой не попускает Богу воссеять нём? Вот какое, оказывается, дело! Я вам привел Исаака Селина, Антония Великого. Я могу привести ещё сколько? Причём, сам... Ну, приведу ещё, пожалуйста, хотя бы у святого Яна Косяна Римлянна. Ибо один Бог творит всё благое. Он обильно изливает всякие блага на достойных и недостойных, поскольку не может быть ни огорчён обидами, ни раздражён беззакониями людей, как вечно совершенная и по природе своей неизменная благость. Об этом пишет Григорий Низкий. Какие интересные слова! Целый ряд отцов об этом пишут. Оказывается, вот что, когда мы грешим... Вы знаете, это уже переходит в область нашей духовной жизни. Обычно ощущение какое? Когда мы грешим, мы уже всё, мы Бога прогневили. Бог на нас обиделся. Бог теперь нас покарает. Что они-то пишут? А они-то пишут. Не Бог нас покарает, а мы по гвоздям ходим. Не Бог царос печени у пьяницы творит, а голубчика понятно, по какой причине у тебя возникает. И по той причине, что мы осуждаем, мы тщеславимся, мы завидуем и прочее, рання свою душу. Мы потом говорим, ах, за что меня Бог наказал? Бог! Я всегда хорош. А святые отцы пишут. Не Бог! А ты посмотри на себя, что ты делаешь! А Бог остаётся по-прежнему благим и неизменяемым. Друзья мои, а вы скажите, как это много значит в психологическом смысле? Потому что, когда человек думает, вот Бог теперь на меня прогневался, ну, а как всегда, мы знаем, если на меня кто-то разозлился, ну, и я на него разозлюсь. Обычно обижается кто больше? Тот, кто обижается. Так и я тоже. Нет! Бог неизменяем. Он остаётся опять той же любовью. Той же любовью остаётся. Он, ещё раз повторяю вам, стоит запомнить, врач, который готов помочь каждому человеку, кто к нему обратится. Помоги! Я себе рану сделал и готов помочь! Поэтому, оказывается, отсюда проистекает и понимание жертв. Если в язычестве, вплоть до человеческих жертв, чтобы угодить Богу, слышите? Потому что Бога-то понимали, подобно человеку, чтобы ему угодить. Христианство, говорит, не жертвами, не приношениями. Богу ты не угодишь! Угодишь ты не этим Богу! Ты угодишь только тогда, если хочешь, можно так выражаться, когда ты будешь жить по тем законам твоей природы, которую тебе дал Бог, каким ты сотворён. Ибо заповеди Божии, что это такое? Это есть не что иное, как те свойства Божии и свойства следовательно-человеческие, какими мы должны быть, чтобы быть какими? Здравыми, радостными, счастливыми, какое угодно слово. Наши медики предупреждают, не пейте, не делайте вот того-то, того-то, иначе очень пострадаете. Хочешь быть здоровым? Не делай этого, а делай вот то! Точно то же самое! Что это? Медик меня, значит, наказывает, когда я поступаю точно вопреки их предписаниям? Ну, конечно, врач плохой! Да. Сказал, не пить, а я заливаю. Он виноват! Ясно! Вот так мы смотрим на Бога! Ещё раз вам говорю, это настоящая была революция, которая произведена в религии, когда вдруг оказалось Бог есть любовь, а не правосудие. Но любовь какая? Ещё раз повторяю, чтобы запомнить. Любовь какая? Когда мы можем назвать это любовью? Когда она творит благо человеку, а не эмоции проявляет. Не таблеточку более утоляющую дают, а операцию делают. И это – любовь! Иногда операции какие бывают? Он на сердце. Даже врач говорит – не знаю. Пятьдесят на пятьдесят. Но ради спасения начинают делать. Так происходит. То же самое происходит и с нами. Вот это очень один из важных вопросов, который, да, к сожалению, ещё раз вам говорю, к сожалению, даже христианами часто не понимается. А если человек ещё фанатично настроен и не хочет, не хочет, ну и что, как сказал один студент, вот, смотри, святые говорят, ну и что, что святые? Ах, ты больше знаешь, голубчик! Ну, тогда хорошо, хорошо, сиди, сиди, сиди. Да-да, всё, больше я тебе говорить не буду. Ну и что, святые отцы? Замечательно, правда! Я же лучше понимаю. Ну, когда это говорит какой-нибудь мальчишка, это ничего. А когда говорит этот человек вдруг, вдруг в сане, с седой бородвой, с аскетическим видом, вот тогда, да, который фактически говорит, что, ну и что, святые отцы? В Библии написано. В Библии написано. Кто же её правильно понимает в Библии? Я. Не святые же отцы. Ян Затаус пишет, войди в церковь и покайся, ибо здесь найдёшь лекаря, а не судью. Исаак Сирин пишет. Бог ничего не делает ради возмездия, но взирает на пользу, которая должна произойти от его действий. Видите как? Ничего для возмездия, а только для пользы человеческой. тот же Исаак Сирин писал, ибо что по необходимости следует, то и в силу закона в нашей человеческой природе, то по извращению смысла называем наказанием. Слышите даже, как называют эту идею наказания? По извращению смысла. Но хочу вас при этом вам сказать. Вот видите, я вам целый ряд зачитал и ещё многое, чего не зачитал, святых отцов. Хочу что сказать при этом. Эти же святые отцы, возьмите и того же Яна Затауста, вы знаете, сколько найдёте у него? Громовых слов! Бог накажет тебя, нечестивый! Слушайте, это что такое? Что это такое? Вот, друзья мои, школа, как важно понять, что богословие – это наука! Что это такое? Объясняют, что это такое! Такие, причём, как ещё объясняют, я вам скажу, что это... Ах, вот я не взял! Вот искушение! Ну, в общем, одним словом, объясняют это, каким образом святые отцы. Тот же Ян Затаус пишет, всё это говорится... И он прямо пишет, гневается, мстит и так далее. Всё это говорится ради простого, грубого народа. Слышите? То есть, говорится как? Из воспитательных целей. Когда речь идёт о христианском учении, прямо говорят, любовь и правосудие несовместимы. Когда вы говорите данному человеку, есть такой термин – адгоменем. то есть, вы говорите по отношению к этому человеку. И как мы говорим? Вот ребёнок вам. Вы будете одним образом говорить. Молодой человек, наверное, будете другим. Человек образованнее, человек, будете говорить по-третьему. Одно и то же будете объяснять как адгоменем. то есть, применительно к его психологии. Поэтому, находим у святых отцов, когда они излагают догматическое учение церкви, они тут твёрдо говорят. Когда же вдруг проповедуют и разговаривают с простыми людьми, то прямо говорит. Я за это очень чётко выразил. Всё это говорится в Библии. Он говорит о Библии. «Ради простого, грубого народа». И это приходится, я вам скажу. Это действительно иногда приходится говорить. Прямо говорить приходится. Вот, объясняю вопрос. Приносят детей, ходят мамаши за ручки перед всеми, ребёнок бегает, она за ним бегает. Приходится говорить. Смотрите, гнев Божий будет на вас и ребёнка вашего. Потому что здесь мешая людям молиться, вы исполняете бесовскую работу. Задача бесов какая? Не дать людям молиться, отвлечь им. И вы здесь, когда танцуете с своими детьми, вы исполняете бесовскую работу. И гнев Божий будет на вас и на детях ваших, естественно. Вы виновны. Приходится так говорить. Это понятно. А скажите, вот начать объяснять вот так, как вот мы с вами объясняем, да до неё и не дойдёт даже. Это слишком, уже знаете, слишком трудно. Сказать 4 – это ничего, а дважды 2 – ой, это уже надо думать, сколько там будет. Вот так. Так что у святых отцов видите, с чем мы встречаемся, с каким положением. кажется, формальная двойственность на самом деле совершенно однозначное понимание этого вопроса. И отсюда, друзья мои, понимание промысла Божия возникает. Вот видите, как в учении о Боге любви сколько вопросов оказывается возникает. Что такое промысл Божий? Вы знаете, наверное, из истории философии, что язычество, например, стоицизм, пожалуйста, и не только стоицизм, а вся древнегреческая, римская мысль учили о роке, рок, рок, которому подчиняется всё, и никто от него не избежит. То, что у нас, знаете, есть такие слова, что... Я забыл, какие слова у нас есть. Вот видите. Ну, в общем, чему быть, тому не миновать. Вот. Чему быть, тому не миновать. Христианство решительно противостоит этому. Святые отцы прямо пишут в этом отношении поразительные слова даже. Они даже пишут так, что, оказывается, нашу жизнь, даже вот эту внешнюю жизнь, мы творим сами своей свободой. Мы выбираем. Если мы верим Богу, что есть добро, а что есть зло, исследуем добру, наша жизнь будет проходить в этом направлении. Когда мы не верим, а у нас веры очень мало, и говорим, Бог тут ошибается. А вот так, если я обману тут, то оно и будет очень здорово, выгодно. И плевать мне, что люди из-за этого пострадают. Зато мне как хорошо будет. Нет, голубчик, нет, последствия будут и такие, о которых ты даже предположить сейчас не можешь. основной тезис отцов. Мы творим свою судьбу. Слышите? Не в том смысле, что Бог нам не нужен, и мы сами с усами. Нет! Бог нам говорит, как нужно поступать. Бог стоит рядом. Все стою при дверях и стучу. И кто откроет мне дверь, к тому войду я. И будем пировать с ним, даже, как он пишет в Апокалипсисе. Так, он готов, но мы-то относим, можем относиться и так, и эдак. И именно этим отношением к Богу, к Его заповедям мы творим свою судьбу. Много ли вы найдёте христиан, если они есть, которые у Верова твёрдо дали слово себе. Отныне я постараюсь жить во что бы то ни стало, только по твоим заповедям. Найдите, кто принял такое решение. Нет-нет, мы предпочитаем, я православный и всё, но этого решения принимать не могу, не хочу, я боюсь, не буду. поняли теперь откуда? Откуда всё происходит? Из неверия нашего. А вдруг Бог мне сделает не то, что мне хочется? Ведь я-то лучше знаю, что мне хорошо, чем Бог. Слышите? Промыс Божий, оказывается, в чём состоит? что Господь действительно дал нам заповеди, дал нам своё учение, дал нам свой пример страдания праведника за неправедных, показал, какая любовь к нам и в течение нашей жизни постоянно стоит рядом, готовый всегда откликнуться на любое наше моление, обращённое к нему. Готово! Только мы и здесь опять-таки опять ему изменяем. О чём мы просим? О земных вещах. Он стоит и говорит, ну, неужели вы не понимаете, что я готов вам дать все благо и земные, и небесные? Все! Неужели не понимаете, что я с ней даю, зачем? Нельзя! Нельзя! Дай пьянице сторожить винный там погреб. Ну, сторожит тут же. Дай какому человеку дай ему богатство и что с ним будет? Повысь некоторого человека в чинах. Был, говорят, человек стал скотиной. Бог-то видит лучше, и в это надо поверить. И вот тот, кто следует заповедям Божьим, тот творит себе это положительное, видите, положительное устроение своей жизни. Но можем и прямо наоборот. Промыз Божий, оказывается, от чего зависит? Да, от двух составляющих, но Божия составляющая всегда одна, направлена на пользу, а вторая составляющая наша свобода. И вот мы или совершенно нейтрализуем божественную составляющую, будем говорить, да, отклоняем её, упраздняем её, не верим ему, и тогда потом кричим, за что меня Бог наказал? Вон рядом сосед, он в тысячу раз хуже меня, ну, естественно, я лучше. Пусть попробует усомниться в этом. И ничего! И ничего! А у неё, видите ли, какие вещи? Вот так, друзья мои, вот что касается и такого вопроса, вопроса, который довольно часто встаёт, это понимание промысла Божьего. Ещё раз повторяю слова апостола Иакова. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. Преподобный Марк Подвижник в связи с этим и говорит, причиной всякого скорбного случая, встречающегося с нами, суть помыслы каждого из нас. Вы обратите внимание, не на дела говорит, а суть помыслы каждого из нас. Мог бы я сказать, что слова и дела, но так как они не происходят прежде мысли, потому я и приписываю всё помыслам. Правда, интересно? Вот источник, оказывается. Самое удивительное, что даже христиане не придают никакого значения своим помыслам, и за грех даже не считается. Тот же Марк Подвижник пишет, всё скорбное и злое приключается нам, и он называет главную нашу страсть за возношение наше. И верно, возношение наше. Я-то лучше знаю, чем святые отцы, я даже лучше знаю, чем сам Бог. И что это со мной такое творится? Вот оно! Почему мы говорим, друзья, об этом? У нас же апологетика, правда? Эндогматическое богословие. Я вам скажу, этот вопрос, которым мы занимаемся, имеет огромное апологетическое значение. Учтите, всё религиозное сознание до христианства, в том числе и ветхозаветное даже, уж не говорю язычникам, не знали такого учения о Боге. Иисус Христос, если посмотреть так, с чисто отвлечённой научной точки зрения, кто он такой? Один из евреев, воспитанный в еврейско-иудейской среде, знающий закон Моисея, так, что он знал, что даже удивлялись на него. Так? Откуда взять? Это же революция! Как он мог такое? Я вам скажу, вот это уже одно из положений, а дальше мы с вами будем говорить о многих других, просто это мы только начинаем, что это уже одно из таких радиальных положений, которое прямо уже говорит, что здесь не мудрость человеческая даже, а здесь действительно только божественное действие могло открыть такое понимание Бога. По-человечески этого не было никогда, да и невозможно. То же самое близкое к нам – это правосудие, а любовь сама собой придёт. Хорошо, тогда мы с вами придём ещё к следующему апологетическому опять-таки моменту, который также очень-очень важен и является очень сильным также апологетическим аргументом. Аргументом чего? Божественного происхождения христианства как в отношении учения понимания Бога-любви, так вот и следующее положение, о котором хочу вам сказать, опять-таки невозможно, нигде не находим нигде никаких прецедентов подобного рода, которые вдруг встречаем в христианстве. Это учение о том, что Бог, в котором мы сказали, что любовь, Он есть Троица. Троица? Что это такое? Что это такое? Это интересно. Откуда это? Как понять? Он делает себя равным Богу. Прежде, нежели Авраам не был, я был. Называет себя Сыном Божьим. Что за ересь такие? Помните, сколько негодования сыпалось на голову Господа Иисуса Христа? Отец Мой доселе делает, и я делаю. Делай себя равным прям Сыном Его. Я вам скажу учение о том, что этот единый Бог вдруг оказывается имеет внутри божественную жизнь в таком виде, в каком максимальном можно было нам открыть человеческому сознанию, имеет жизнь как Отец, как Сын и как Дух Святой. Сразу скажу вам, что самое постоянное, распространённое и сколь угодно часто встречающееся понимание Бога мы находим склошь и рядом. Какое? Семейные триады, в политеизме политеизме для многобожия мы сплошь и рядом находим какого-то главного Бога, у которого жена богиня, у которого чада божонок и прям всё так хорошо. Это мы находим сколько угодно в римской религии, в греческой религии. Мы же находим это. Зевс, кто там, Минерва, Минерва, Афина, Афина, или Юпитер, кто там, Гера, и третья, кто там, Юнона. Вы должны знать с этим мифологию. Мне-то зачем это? Ну, в общем, с полшириадом мы находим так называемые семейные триады. Сразу вам хочу сказать. Видите, второе лицо какое? Богиня. Третье – это их чадо. Всё, полный антропоморфизм, полная человеческая семья. Ну, а что ещё могло, до чего ещё могла дойти человеческая мысль? Ну, скажите. Ну, это максимум. И всё. Обратите внимание, христианская троица. Первое – это, кажется, всё хорошо, отец. Всё нормально. А дальше? А дальше вообще всё перевернулось. Не она, а сын. Сын же третье. Лицо должен быть. Третье. Нет. Второе. Что такое? А третье вообще не вещь что? То, о чем вообще никогда не предполагал, не знал. Какой-то Дух Святой. Кто же так мог придумать такое? Причём не как-нибудь, а за исповедание того, что Иисус Христос есть действительно Сын Божий воплотившийся. За это фактически Его распяли даже. варвар варварски убили. Вообще всё христианство оказывается в этом догмате совершенно неприемлемым человеческому сознанию. Обратите внимание, вот очень важно с этой точки зрения познакомиться будущему священнику, пастырю, с чем немножко с историей религиозной мысли, с тем, чтобы показать, посмотрите, вы найдёте такое учение? Нет. Нет. Если были троицы – были. Какие? Какие? Пожалуйста, вам семейная триада. Пожалуйста, если хотите, индуистская триада, три Муртии, так называемые, три Муртии, где Брахма, Вишну и Шива. Ну, что это такое? Во-первых, хочу вам сказать самое интересное, что эта три Муртии возникла уже примерно через 500 лет после происхождения христианства. Слышите? Иногда говорят – вот в Индии три Муртии было, вот вам прообраз. Нет. три Муртии явление уже постхристианское, то есть постхристианское в каком смысле? После появления христианства, в этом смысле я говорю. И возникло оно каким образом? Экуменически. Вы знаете, что такое экуменизм? Знаете. Экуменически. В Индии, вы знаете, и до сих пор в Индии. Я помню, как-то там спросил, слушайте, у вас, наверное, сотни богов. Мне сказали – ошибаетесь, профессор, тысячи. Я говорю – замечательно. Это три главных бога – брахма, вишну и шива. Но, кстати, я вам скажу, что брахма уже фактически исчез из пантеона. Уже в настоящее время. Уже брахманистских даже культов, говорят сейчас уже в Индии, скорее всего, даже нет. Есть только вишнуисты, – вишну и шиваисты. Эти два направления, причём главное из них даже – вишну. Но суть дела в чём? Вы знаете, как всегда, разные боги, и начинается религиозная неприязнь. Неприязнь, доходившая до серьёзных междоусобиц. Ну и вот, естественно, правители всегда заинтересованы в том, чтобы народ был всё-таки спокоен. И вот идея возникла, что все эти боги, они, в общем, равноценны. И лучше сказать так – каждый из них занимает своё место. Какое же? И вот была предложена такая идея. Брахма – творец. Вишну – созидатель и, выражусь нашим словом, промыслитель мира. Шива – разрушитель мира. Потому что по индуистскому учению мир существует циклически. Он живёт, развивается, переходит в какую-то стадию зенита, закатывается, и в конце концов, через миллиард или миллиарда лет уничтожается. И после этого вновь начинается то же самое. Так вот, творит Брахма, живёт мир законами Вишну, разрушается богиня Шива. Итак, где-то в середине, в середине где-то первого тысячелетия вот возникла эта экуменическая идея, и появился даже такой термин, как «три мурти», три бога. Ну, первое уже можно было просто даже и не говорить, не отвечать на атеистическую критику, когда говорят, что христианство взяло оттуда, из Индии. Потому что три мурти возникло через сотни лет после появления христианства. И, в общем-то, кажется, достаточно убедительное предположение тех, что именно христиане, которые появились всё-таки в Индии, могли сыграть роль в том, что у них возникла вообще эта идея, идея «три божия», потому что увидели в ней такое здоровое зерно, которое могло бы помочь жизни государству как такового. возможно, может быть, и так. Но, в общем-то, какое это имеет значение? Главное, что оно возникло позже, а не до. И христианство никак не могло взять три мурти в качестве основы. Но не только это! А разница-то какая! Что у нас – Бог творец, сын промыслитель, а дух святой разрушитель, что ли? Что за чушь-то такая? Как христианство учит о Троице? Здесь приходится переходить к языку аналогий. Но, видимо, одна из лучших аналогий – это так и должно быть, поскольку мы в первых строках Библии читаем, что сотворил Бог человека по образу и подобию своему. Следовательно, самые лучшие аналогии может быть только человек. Вот у святых отцов одного за другим мы находим. У Григория Богослова, Максима Исповедника, Семённого Богослова наконец подводят им в русской богословской мысли им подводит итог Игнатия Бринчанина, которого я зачитаю, я эти не буду читать, чтобы нам не умножать. Вот. Он читает «Образ Троицы Бога – Троица Человек. Ум наш – образ Отца». Интересно обратить внимание. Ум наш – образ Отца. Слово наше или мысль – образ Сына. Слово – Логос. Дух – образ Святого Духа. Ум не может существовать без мысли, и мысль не может существовать без ума. Ну, верно. Потому-то всякая мысль имеет свой дух. Дух и ум. И ум, и мысль имеет свой дух. Вы знаете, насчёт того, что ум постоянно рождает мысль, это его просто свойство ума – рождать мысль. И свойство мысли – исходить, рождаться от ума. Весь вопрос сейчас заключается в чём? Дух. А что это такое дух? Вот здесь, друзья мои, приходится уже обращаться к примерам жизни. И это придётся, и вам, вам придётся обращаться. Каждая книга даже имеет свой дух. Каждая книга, каждый человек имеет свой дух. Эпоха имеет свой дух, культура имеет свой дух, всё, как это, имеет свой дух. Вот что это такое имеет свой дух? В некоторых книгах дух очень сильный. Например, как в святотеческих книгах, бывает подчас, прям действительно чувствуешь силу вот святую, так вот в некоторых книгах, это фактически сатанинские же книги, так вот эта сила начинает действовать и мучить. Помните? О, Антоний Великого, вспомните! Соединяет с демонами мучителями. Они же мучители! И, видимо, вот это действие, уже демоническое действие, оно действительно уже заставляет даже страдать само тело. Дух – это реальность, и каждый человек имеет свой, что называется, дух. И вы обратите внимание, что с некоторыми людьми вы сходите очень спокойно, и прямо спокойно. Сходитесь, и всё. Другими – никак. Вот что-то стоит в средостении, и всё. Нет этой свободы общения, нет этого переливания, как говорится, друг к другу. Нет. Это вот нечто – это другое. А иногда бывает просто видишь чуждое и неприемлемое. Вот это есть дух. Видите, в человеке. Вот это и говорят святые отцы. Это аналогия. Других у нас нет возможности выразить. Вот что такое, почему мы говорим, что отец вечно рождает сына. Не было такого времени, как был отец, а потом родил сына. А потом ещё шёл дух. Нет, нет. Это свойство Божие. Как это объяснить? В наше время спросят мусульманию, что ответить нужно. А ответить, я думаю, вот так. Может, попробуйте. Мне пришлось однажды в мечети говорить проповедь. Правда, здорово? Я сказал проповедь на тему Святой Троицы. Ни больше, ни меньше. Они сидят все на ковриках. Ну, муфти пригласил неожиданно, что делать. Пока я пробирался через всех, думаю, о чём сказать. Ну, и решил отроиться. Я сказал, что христианство верит в единого Бога. Так же, как я вам скажу, что в древности была тоже вера в то, что мир весь состоит из мельчайших частиц. Но уже каких? Уже тех частиц, которые дальше не делятся. его по-гречески назвали атом, неделимый. Но потом, представляете, в начале XX века так вдруг открыли внутри атома целый мир. Там оказалось и ядро, и электроны. Мир открылся новый в этом неделимом. Я говорю, вот то же самое является и откровением христианским о Боге. Бог, да, один, но внутри него божественная жизнь имеет вот эту тройственность. Как же она, за счёт чего же она, эта тройственность, существует? И христианство отвечает – единство подлинное, полноценное, абсолютное только тогда, может быть, когда это есть любовь, где любовь, там единство. И христианцы учат о том, что Бог есть любовь, а оказывается, Бог – это не монада, замкнутая в себе, а оказывается, это божество, это божество, в котором существует вот это три ипостасное единство, нераздельное и неразлучное, единосущное. Почему Василий Великий даже говорил о единотройственной благодати? Нет отдельной благодати у Отца, отдельной у Сына, отдельной у Святого Духа, единотройственная благодать. Нет различия. Сущность одна, но ипостасные свойства другие. Как и мы скажем, мы же, да, и ум, и слово, конечно, одно, кажется, одно, но мы знаем, чем они отличаются друг от друга. Но это уже, так сказать, попытка, попытка, если хотите, что ли, объяснить, объяснить это, что это такое. Но лучше всего, я скажу, невозможно объяснять. Мы можем только верить или не верить в это. И удивляться этому не нужно. Для нашей сейчас цели, я вам скажу, только одно, что придумать такое на основании всего предшествующего религиозного учения во всех религиях, включая ветхозаветную, придумать вот такое конкретное учение невозможно себе представить. Тем более, придумать кому? Иудею. Формально, Христос, иудей, в котором единобожие было столпом и утверждением истины и вдруг здесь заговорить о какой-то три ипостасности, во-первых, это гересь, гересь, во-вторых, чушь, в-третьих, вообще абсурд. Почему приходится, друзья мои, говорить об этих вещах? Задача-то какая! Мы с вами сейчас рассматриваем одно из важнейших положений, которое необходимо нам всем до единого знать. Какой вопрос мы рассматриваем? Почему вы говорите, что христианство божественно? Откуда вы взяли? Какие у вас основания? Какие у вас основания говорить об этом? И вот сейчас мы с вами говорим о богословских основаниях. Бог-любовь? Как это можно было создать? Бог-троица? Вообще невероятно! Мы будем идти дальше и увидим, этот Иисус, это кто это? Кто это? Одна идея за другой. Мы будем дальше с вами проходить. Идея попрошу вас запомнить. Мы сейчас с вами рассматриваем ничто иное, как вопрос об истинности, то есть божественности христианской веры. Скажу вам, что вот эти положения богословские, затем будем говорить о других положениях, так вы нигде не найдёте ни в одной религии. у нас это вот аргументы. Аргументы. Подумай, человек, бесстрастно, подумай только и увидишь, да, это аргумент, да, это можно задуматься действительно. Как это иудея Иисус придумал такие вещи? То Бог-любовь, то Бог-троица. Интересно. Как это? А что за осенение? Ещё посмотрим, ещё дальше, что мы поговорим о многих вещах. Вы слышите? Я говорю о том, что мы, то есть христианство, имеет аргументы. Какие? Вот. Разумные аргументы, которые заставляют человека задуматься и действительно сказать да. По-человечески сказать, но это ж невозможно, чтобы один человек выплеснул такой фейервер потрясающих идей, которые действительно поразили потом сознание человечества. И не просто их он выплеснул, а он ещё чем засвидетельствовал это, когда мы почитаем только о его жизни. я не говорю о некой трёхступенчатости, эманации, которые учили неоплатоники, но они уже пытались уже, так сказать, христианство приспособить, вернее, использовать христианские идеи в своей системе. мы можем находить другие какие-то аналогии, например, даосизм, даосизм, понимаете, там тоже была земля, человек, небо, но троичность, не знаю, что, когда мы цифру три, при чём тут троица христианская? Да, даосизм говорит, да, земля, человек, небо. Что вы подразумеваете здесь под этим вещам? Ой, там очень сложные вещи, много очень сложных, когда мы касаемся вопроса неба. субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok